Слава нашему Господу за Его милость, за Его любовь. И знаете, слава Господу, хорошо, мы живем в такой аграрной стране, и каждый из нас в той или иной мере, ну, сталкивается с земледелием. И когда мы что-то садим, прежде чем посадить, мы сначала тратим силы, чтобы это все вспахать, вскопать, потом берем грабли, разравниваем, чтобы умягчить землю, чтобы нам спокойно было эти садить семена, и понимая, чтобы они не взошли с такой рыхленной почвы. И знаете, слава нашему Господу за Дух Святой, который подготавливает наши сердца, прежде чем мы слышим Божье Слово. Через песнопение, через хоровое пение пусть Господь благословит. Это очень важно. Может быть, кто-то скажет, самое важное служение в церкви – это проповедовать Слово, и будет прав. А кто-то скажет, самое важное – это молитвенное служение, и тоже будет прав. А кто-то скажет, что песнопение – и тоже будет прав. Каждый, знаете, смотрит с той стороны, в котором служение находится. Я, прежде чем буду делиться словом, расскажу такое свидетельство. Я, скажем так, сам из бывших, и уже 18 лет назад Господь призвал меня, постучал в мое сердце, я откликнулся, и ни дня не жалею. Даже из того, что мне было трудно, тяжело, переживания, все было, всего хватало, и верю, что еще много всего будет, но я ни дня не жалею, что я с Господом. Но, знаете, я не могу проповедовать на улице. Ну, нет у меня такого призвания. Я когда с человеком познакомлюсь, каким-то образом я с ним сближусь, я могу ему говорить о Боге, я могу говорить о Боге в церкви, мне, ну, мне так свободно и легко. Но, знаете, я скажу, кто проповедует Евангелие на улице, я познакомился с евангелистами, и, знаете, для меня они, знаете, немножко странные, если честно. И вот на предстоящей неделе я был в Минске, и так получилось, мы в комнате с одним братом жили. И, а он занимается евангельским служением на улице. Знаете, с ним в магазин пока дойдешь, и с магазина часы проходят, он никого не проходит мимо, ему всех надо, там мы шли, там какие-то, знаете, приехали с Гамбии, они не понимают на русском языке, но он им так проповедует, они руки поднимают к небу, они, наверное, что-то поняли. Перешел переводчик и переводчик, ну, человек, который не может пройти мимо. И, знаете, мы поехали в одну церковь, поехали послужить, и там нужно было ехать автобусом, а он так, мы идем, и он мне так невзначай говорит, ты когда-нибудь в общественном транспорте проповедовал? Говорю, да нет. Ну, и он сказал, и все, и сказал. Мы зашли в троллейбус, в средние двери, мы зашли, пробили свои талончики, и так развернулись к окну спиной. Ну, и я думаю о том, как мне, что мне говорить вообще. Я проповедь проворачиваю, прокручиваю в своей голове. А он, знаете, так стоял, так рядом, и делает так прыжок на середину. Я ему так еще посмеялся, говорю, прыжок льва на середину, становится к людям, и говорит, здравствуйте, жители Минска. Я член такой-то такой-то церкви, и давай евангелизируйте. Как раз остановка, и двери открываются, и, знаете, а я просто не понял. И у меня первое желание просто выскочить с этого автобуса. Я не знаю, ну, я... А потом я так понимаю, и мне так, знаете, слово, не стыдись моего свидетельства. И я закрыл глаза. Он проповедует, а я молюсь за него. И, знаете, он так поговорил, думаю, ну, молился, Господи, только не положи ему на сердце, чтобы он еще и меня к этому привлек. Пусть Господь благословит нас. Я хотел бы поделиться, дорогие братья с вами и сестры, словом. Евангелие от Марка, 8 глава, с 22 стиха. Приходит в Ифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. Слава нашему Господу за то, что Господь, Он открывает людям глаза. Знаете, я тоже сравниваю себя с этим слепым человеком, которому однажды, знаете, привели, и Господь, Он Духом Святым просто сбросил эту пелену, которая была на глазах. Знаете, я понимал о том, что я делаю плохо. Я понимал, что я грешу против Бога, против своего тела. я грешу против своих родителей, там, пьянством. Я понимал это. Но, знаете, увидеть в этом всем, увидеть Бога, увидеть в том, что тебе нужно от этого избавиться, и ты можешь от этого избавиться, это очень трудно. И иногда мы людям говорим очевидные вещи, а они не видят, они не понимают. У них пелена на глазах. Я помню, когда приезжал к бабушке, ну, она была верующая, она была член церкви, и, знаете, и она все время говорила, она все время говорила, пропадешь, ты пропадешь, ты погибнешь, если не оставишь это все свое пьянство. Но я не понимал. Рушилась судьба. Знаете, я терял больше, чем приобретал. И терял не только свое, но терял еще и родителей. И этого всего не видел. И вот здесь такая ситуация, что привели слепого, но, знаете, он прикасается, он делает, он производит свою работу и спрашивает, что ты видишь? И он отвечает, я вижу людей, как деревья. Знаете, мы приходим к Богу, и кому-то достаточно одного прикосновения, и он видит яркую, четкую картину. Он видит, как ему поступать, он видит, как ему идти за Господом. Но, знаете, не всегда так бывает. Не всегда так бывает. Иногда я, у меня плохое зрение, и один мой знакомый, у него тоже зрение было плохое, но так как ему предложили работу в пожарной службе, то ему сказали, что тебе нужно что-то сделать с глазами, со зрением, и тогда мы тебя возьмем. Ну, и они собрали все деньги, которые они были, и заплатили, и ему поправили зрение. Но, знаете, прошли годы, прошло там сколько там, я уже, может, лет 10 прошло, он очень сильно любит читать книги. Он везде с книгой. Мне даже неудобно. Знаете, ну вот, поехали с человеком на рыбалку, да, он в книге. Пошли с человеком в баню, он в книге. Поехали за грибы, и он и там нашел время почитать. Ну, он читает, читает, читает. И я говорю, слушай, ты делал операцию, как твое зрение? А он говорит, село. Зрение село. Вот так бывает и у нас. Кажется, Господь, Он снимает пелену с глаз, но потом проходит какое-то время, и, знаете, и мы опять становимся, мы плохо видим. У нас какая-то христианская, ну, скажем так, близорукость. Мы то, что уже там рядом, да, можем увидеть, а то, что чуть подальше, мы уже и не видим. Мы можем смотреть через призму каких-то переживаний своих, каких-то своих нужд, каких-то своих потребностей, но мы уже забываем о том, что вообще-то Господь нам что-то показывал. Когда мы читаем Деяния апостолов, и когда Господь остановил на дороге Савла, знаете, вот от этой славы его он ослеп. И вот он лежал, и когда Бог проговорил другому мужу Божьему, сказал, пойди к этому человеку, и там, знаете, такие слова, говорит, я покажу ему, сколько ему нужно будет за меня пострадать. Иногда мы приходим к Богу, и мы вообще не понимаем, да, мы доверяем Богу. Бог со своей стороны, он налаживает наши отношения, налаживает даже отношения с близкими, родными, налаживает мужа с женой, если, к примеру, муж пил, и жена никак не воспринимала, то уже после этого она понимает, она начинает его уважать, но проходит какое-то время, и приходят в жизнь христианина какие-то переживания. И если мы настраиваем, если мы Бога видим, только такого, который Он должен нам давать, 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 давать без конца, то рано или поздно мы просто не увидим, что Бог, Он что-то делает и в наших сердцах. Иногда бывает, сталкиваешься с человеком, и человек просит, помогите разрешить какую-то проблему. И ты видишь, очевидно, выслушав одну и другую сторону, ты видишь, очевидно, в чем проблема. Но когда начинаешь говорить, слушай, дорогой, тебе нужно вот это поправить в себе, Он говорит, так я же тебя попросил, чтобы ты с тем человеком, с оппонентом моим поработал. Я говорю, не, подожди, Бог показывает, что тебе в самом нужно поменяться, что тебе нужно в свое сердце заглянуть. Бог дал тебе эту ситуацию, чтобы не только его, но и тебя поправить. И Господь, Он, Бог милующий, любящий, и такого человека надо приводить второй раз ко Христу. Такого человека надо вновь вести ко Христу, чтобы Господь вновь приложил свою руку, чтобы Он увидел, в каком положении Он сам находится. Знаете, иногда человек настолько вот смотрит, смотрит какие-то, что в жизни и то не получается, и то, и то, и то, и то не получается. И когда встречаешься, ну и спрашиваешь, конечно же, ну как жизнь, как дела? И не всегда ты слышишь, слава Богу. Не всегда слышишь, слава Богу, потому что человек свои глаза питает негативным каким-то опытом и в своей жизни, и каким-то негативным опытом в жизни других. Он не видит свидетельства Божьей славы, Божьей силы, забывает о том, что Бог вообще делал в его жизни. Он питает свои глаза, он смотрит что-то такое размывчатое, что-то такое расплывчатое, и только видит, что и это плохо, и то плохо. И Давид в одном из своих псалмов, он говорит такие слова, 30-й псалом, 10-й стих, «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя». Когда человек, он видит только плохое, когда он видит только отрицательное, рано, он не будет радоваться, он не будет ликовать. Когда человек фокусируется только на какие-то проблемы свои, он не будет ликовать, для него будет все плохо. Знаете, я бывал, я тоже так встречусь неверующего человека, и вот с ним поговоришь 10 минут, даже и не 10, и меньше. Слушайте, ну неужели так плохо все? Неужели так плохо? Неужели, а знаете, он везде найдет какую-то подковырку, везде найдет вот что-то такое вот негативное. И, знаете, нам на самом деле вот от этого надо избавляться. Верующему человеку надо от этого избавляться. Не смотри на то, что тебя не вдохновляет, потому что оно принесет тебе только слезы и переживания, и оно просто сделает твой дух унылым. А Бог нас призывает не для того, чтобы мы унывали, а для того, чтобы радовались. Несмотря на все переживания, апостол Петр, по-моему, ему говорит, поскорбев немного, немножко поскорбев. Немножко поскорбев, да, надо. Но это только немножко. А дальше идти за Христом. Дальше, на самом деле, видеть вот такие моменты. Знаете, для меня очень хороший момент и для меня такой пример, когда я перечитывал вновь и вновь эти главы, когда служил Илья. Когда проводил служение этот пророк Илья. Знаете, по-моему, молился Илья и не было дождя. И как не было дождя, много бед пришло на людей. Голод был сильный, написано. Много было переживаний. И знаете, люди мирские, они искали, в чем причина. И как всегда, когда христианство, оно начало распространяться, то знаете, тоже искали, что причина, сгорел Рим, кто виноват? Христиане. Эти сектанты, они виноваты. Нету дождя, все, виноваты. И Изавель посылала людей, которые уничтожали, божьих людей, божьих пророка, уничтожали. Но Илья, получив от Бога удостоверение, иди, покажись Ахаву, иди, покажись царю, хватит тебе, знаете, хватит тебе прятаться, иди ему, покажись. И даже человек, который там встретился, ему на пути, хороший человек, о нем написано, и говорит, Илья говорит, пойди, скажи, что я здесь. Он говорит, слушай, ну зачем? Я сейчас пойду, скажу, что ты здесь, а тебя Бог, он заберет отсюда, они придут, чтобы тебя убить, и тебя не будет, и я останусь крайней. Не, пойди, скажи. Мне надо показать народу Божьему Бога. Мне надо показать волю Божью. И знаете, когда он все это сотворил, он восстановил жертвенник, прежде чем показать, он жертвенник восстановил, он восстановил отношения с Богом. Жертвенник – это мое и твое отношение с Богом. Это комнаты наши дома. Это твое хождение на служение, на собрание. Это чтение Библии. Жертвенник. И когда он восстановил жертвенник, он явил Божью славу. Он не показал, насколько он там искусный пророк, насколько он может там делать чудеса. Он показал Божью славу. Он сделал то, что невозможно было. Невозможно было мокрые дрова зажечь. Бог просто пришел и все это пожрал. Вот этот огонь, он спустился и пожрал все, жертву, все. Все он это... Казалось бы, ну как, они не загорятся? Может быть, надо их подсушить? Может, эти дрова, наоборот, надо где-то в сухом месте, чтобы они полежали? Знаете, сейчас продают такие котлы, твердотопливные, для которых нужна определенная влажность дров. Один человек купил такой котел и говорит... И он поработал у него месяц, и все, и не работает. И он его приходит в магазин и говорит, что... Слушайте, вы продали мне бракованный котел. А он туда пихал сырые дрова. Они текли, залили там какой-то этот мотор, и мотор сгорел. Но у Бога не так. Для Бога нет никаких препятствий. Для того, чтобы явить Божью славу, для Него нет никаких препятствий. И дрова будут мокрые, и лед будет лежать. И он повелит, и этого не станет. Все сгорит. Все зажжется. Знаете, мы иногда так смотрим, этот человек точно никогда не покается. Но этот человек уже пять раз, шесть раз приходил, каялся и все равно уходил. И мы можем, знаете, разочароваться, наш глаз скажет, все, уже кто-кто, но этот точно нет. И зачастую Бог, наоборот, поднимает такого человека и делает мало того, что даже делает своим служителем. Братья и сестры, нам на самом деле вот настраивать отношения с Богом, чтобы Господь дал нам смотреть Его глазами. Его глазами. Илья смотрел глазами Бога. Он делал то, что Бог ему повелевал. Может быть, оно не сообразуется со здравым смыслом, но он делал это. Но после этого всего он посылает слугу, говорит, иди посмотри. И бежит тот слуга. Бежит слуга и смотрит. Смотрит. Ничего нету. И он приходит на Илью, говорит, ничего нету. Я ходил, смотрел. Ничего не видно. Делай это семь раз. Да семи раз. Бегай и смотри. И знаете, он побежал и увидел маленькое облачко. Прибежал и говорит, маленькое облачко. Маленькое. Все. Иди и скажи Ахаву, что уже слышен шум дождя. Уже слышен шум дождя. Братья и сестры, меня вот это очень сильно вдохновляет. Когда мы смотрим на маленькое свидетельство. Когда мы слышим, что где-то Дух Святой зажигает маленькие группки. Когда мы слышим, где люди приходят, каются. Я позвонил одному брату и говорю, ты едешь на сессию учиться. Он говорит, не могу. Потому что несет служение и говорит, молодые люди из цыганского народа приходят сами. Они приходят и каются и сокрушаются и говорят, не хочу оставлять это служение. Не хочу оставлять. Я говорю, пусть тебя Господь благословит. Пользуйся моментом. Пользуйся моментом. Братья и сестры. И когда мы слышим по местам, там где-то замолились. Там где-то больше помолились, чем надо. Там где-то Дух Святой. Это должно вдохновлять нас и показывает. Уже слышен шум дождя. Братья и сестры. Слышен шум дождя. Наши молитвы, они будут отвечены. Господь Иисус, Он слышит молитвы своего народа. Он слышит молитвы тех, за кого умирал. Тех, за кого проливал свою святую кровь. Мы можем говорить, да, с этой стороны может быть притеснение. Тут мы можем разочаровываться. Люди нас не слышат. Люди не понимают. Но это не наше дело. Наше дело смотреть, как смотрел Илья. Увидел маленькое облачко. Пойми, уже слышится шум дождя. Чтобы наш этот кругозор, он расширился. Порой Господь, знаете, и допускает какие-то горести, страдания и переживания для того, чтобы мы увидели. Для того, чтобы картинка наша была ясная. Я не буду читать, но скажу так вкратце. Был момент, когда царь Ассирийский, он восстал на Божий народ. И ему пришли, сказали, слушай, ты не сможешь одержать победу, потому что там есть один пророк, который ты только в тайной комнате скажешь, а он уже все знает. И это будет проблема. Ты не одержишь победу. И знаете, и он послал войско не на Божий народ, а послал на этого пророка. Чтобы уничтожить этого пророка. Но Елисей, он, знаете, доверялся Богу. Он был ученик Ильи. Он доверялся Господу. И он знал, а этот слуга он не видел. И он помолился, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел то, что вижу я. Чтобы он увидел, что за нами стоит больше тех, кто против нас. За нами стоит Бог. За нами стоит Царь царей, мы сегодня слышали. Господь господствующий. За нами стоит Творец всего видимого и невидимого. И все воинство небесное. Все его силы. Все стоит за Божьим народом. Да, мы сегодня слышали. Брат пастор, он так говорил об этой семье. Я когда слышал это свидетельство, первый раз. Меня слезы сглаз. Забрали мужа. Там, если мне память не изменять, было 9 детей. Забрали мужа. И говорят, ну вот посмотри, что у тебя за Бог. Забирают твоего кормильца. Как ты будешь их кормить, этих деток? Его забрали. А эта жена продолжила дело мужа своего. Она не просто, знаете, так осталась и просто смотрела детей. Она несла Евангелие. И забрали ее. А этих деток всех разбросали. Ни мама, ни папа больше не вернулись. Ни мамы, ни папы больше не было. Осталась только вера в этих детях. Их сознательно, сознательно развезли по разных детдомах. Но все эти дети, когда я услышал, что эти все дети, они в конце концов верующие. Для меня это было, знаете, такое вдохновение. Они смогли донести этим, кажется, маленьким деткам. Там не все были взрослые. Там были маленькие детки. Как они пронесли? Кажется, мы то, что в детстве получаем, мы забудем. Потом нет. Если Господь в сердце посеял это маленькое семечко, оно останется. Вся шелуха будет отпадать. А семечко будет расти. Братья и сестры, заканчивая, я хотел бы, так знаете, ободрить нас. Чтобы мы, если мы не видим Божьих дел в нашей жизни, если замыливается наш глаз, если, может быть, знаете, наши отношения, они теряются, то нам надо вновь и вновь идти к Иисусу Христу. Вновь и вновь идти к Иисусу Христу и говорить, Господь, я уже не вижу Твою руку. Иисус, я уже не вижу Твоих дел в моей жизни. Иисус, слезы истомили мое сердце. Иисус, я хочу, чтобы Ты вновь приложил Свою пронзенную руку к моим глазам. Чтобы Ты приложил Свою пронзенную руку к моему сердцу. Чтобы я вновь вдохновился. Чтобы я полетел за Тобою. Чтобы я бы вновь мог свидетельствовать о славе великого и могучего Бога. Аминь. Помолимся? Давайте помолимся, встанем.